А теперь о важном. 22 января 2021 года губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Иванович Бочаров вручил орден мужества семье погибшего полицейского отдельной роты ОВД ГУ МВД России по Волгоградской области, старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга по представлению министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева, указом президента Российской Федерации, старший сержант полиции Владимир Владимирович Тафинцев награжден орденом мужества посмертно. В марте 2020 года старший сержант полиции Владимир Тафинцев погиб от ножевого ранения, практически закрыв с собой женщину, на которую напал рецидивист, находящийся в этот момент в состоянии наркотического опьянения. Имя старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева навечно занесено в списке личного состава. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. Теперь о важном. Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, подписал приказ о награждении старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по городу Арзамасу, майора полиции Дмитрия Курташкина, медалью МВД России за смелость во имя спасения. 14 января в Арзамасе Нижегородской области произошло возгорание общежития. Старший участковый уполномоченный Владимир Курташкин первым оказался на месте происшествия и сразу начал эвакуацию людей. Поскольку вход в дом здания уже был отрезан, ему пришлось подниматься на второй этаж по трубе теплотрассы. Попав в здание, он начал обзванивать квартиры, эвакуировать людей, двоих детей, девочку, 7 лет и мальчик 8 лет, он на руках вынес к лестнице. На пятом этаже здания задымление было таким, что он действовал слепую, он шел просто на крики людей. Уже внизу одна из эвакуированных женщин внезапно вспомнила, что рядом в квартире находятся двое детей, две девочки, у которых сейчас в данный момент отсутствуют родители, их нет дома. Полицейский вернулся в горящий дом, вернулся на пятый этаж, вывел детей, передал их медикам, после чего снова начал эвакуировать оставшихся жителей. Благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчетов из горящего здания были выведены 30 человек, 30 человеческих жизней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова